МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже две недели наш форум гудит, как растревоженные улей. А кто играл? А кто не играл? А кто видел? А кто за спиной стоял? А что по этому поводу думает Максим Васильев? А что глагол? Что мы думаем по этому поводу, вы узнаете из обзора, который появится на нашем сайте совсем скоро. Сейчас не до обзоров. Понятно, что игра уже произвела грандиозный фурор. И это только начало. Мир, пускай хотя бы глазами преступника, воспроизведен настолько досконально в таких мелочах, что некоторые мои приятели уже который день ходят знакомиться на lovemed.com и слушают радио Владивосток ФМ. Кому надо, тот поймет. Ну а я, как и обещал, прочитаю письмо, которое пришло к нам в день появления GTA 4 на прилавках. Уважаемая подпольная правда. Сегодня, 29 апреля 2008 года, мы с друзьями договорились в 9.55 встретиться у магазина, какого не скажу, ибо реклама, и в 10 часов одну минуту прихватить по коробке с диском GTA 4. Дисков не было. Мы согласились подождать. Подождали час, дисков как нет, так и нет. Где же GTA, спросил один из моих друзей. Со склада везут, ответил консультант магазина. Перекантовались до обеда. Где наши диски, спросили все хором. Ой, проблемы с таможней, и вообще об этом было написано с утра на нашем сайте. Как выяснилось, об этом даже не упоминалось ни на каком сайте. То есть полдня мы прошастались неведомо где, а диски нам пообещали после праздников, при том, что у нас у всех есть пресел этого магазина. То есть они пришли покупать диски по предзаказу. Хочу поблагодарить персонал магазина за дезинформацию, которая поступает от них не в первый раз. Скажу только, что в рекламе этой замечательной сети преобладает красный цвет. Затем позвонил в магазин, у которого в рекламе преобладают оранжевые и серые цвета. Они пообещали привезти продукт завтра. По скрипту. Опять же пиратство. Тысячи людей уже играют в GTA 4. А также имеются, как я понимаю, серые игры, которые поступили в продажу три дня назад. Пора с этим заканчивать. Я считаю, геймеры все равны. Мы тоже так считаем. Это, мягко говоря, не единственное письмо на тему «Мы сранья пришли получить игру по предзаказу, а там босс и консультант». Писем таких куча. Есть еще другая куча, даже побольше, на тему «Мы сранья пришли купить игру без предзаказа, а там опять босс и консультант». И третья куча «Мы не сранья пришли купить GTA 4, а там все тоже монопенисуарь». Опять-таки, в рыбных местах давно уже все ловится. Был бы лишь иксбокс чипованный. И прошу заметить, никто даже не заикался, чтобы что-то выкачивать с ***.ru. Все наши зрители жаловались на то, что они хотели купить в объявленный день лицензию, но им никто не сподобился продать. Что на это ответить? Ничего. Призывать к гражданской сознательности тех, кто и так ее проявил сверх всякой меры, у меня язык не поворачивается. Дам лишь совет руководителям отделов продаж в специализированных магазинах. Почаще бывайте на игровых информационных порталах. Вот на 3db.gaintyfistory.ru. И узнавайте хотя бы время от времени, за что покупатели готовы отдать деньги и даже умолять за возможность с ними расстаться. Я, конечно, понимаю, что для борьбы с пиратством этого мало. Но если и этого не делать, то показная борьба с пиратством превращается в борьбу с добросовестными потребителями. И пока что в магазинах босых-консультантов много, а игр мало. Ну и напоследок, для того, чтобы не расставаться на печальной ноте, процитирую еще одного зрителя. Просто так, для развлечения. Он пишет. Ну, что сказать, начинает зритель, на этом лучше было бы остановиться. В России хотят сделать популярный Xbox, только некто, некто покупать Xbox не собирается. Кстати говоря, очень зря. Даже GTA 4 никак не может слитно сломать дух в PC. Хватит мазки промывать людям канал-то. Это я, канал УНТВ. Это он, канал УНТВ. Хотят показать, что кроме тупых аркад есть еще глубокий якобы RPG. Я смотрю на этот юмор и понимаю, что PC лучшая игровая платформа. Я вот тоже смотрю на это письмо и понимаю, что перед нами чудо, потому что мы имеем дело с человеком, который не в силах выполнить ни одно из перечисленных действий по одиночке, не говоря о том, чтобы совершить их последовательно. А именно, найти в трусах ***, наколотить ему вот эту *** в клавиатуре, а потом послать по определенному адресу. Тем не менее, он это сделал. О чудо. На приставках обитает якобы масса, я не хочу говорить что. Я не хочу говорить масса якобы чего обитает в черепной коробке. То есть авторы. На PC свыше 60 миллионов человек играют, запятая, что PC есть в практически каждом доме. Что про приставки людей, которые портировались точкой. Видно, автор первый человек, который портировался, видать, от этого и мысли путаются. Лично я пишу, что он знаю людей, это он там, наверное, уже портировавший, которые, поиграв 4 часа в GTA 4, побежали продавать AX, боже, потому что GTA 4 оказалось тем же самым, что GTA 3. Вопрос, а что есть у приставки, кроме GTA 4, да нечего. Нечего там играть капут. Я даже не знаю. Тут могу лишь процитировать башорк, который плудит на бездне и сунь себе руки в мясорубку. Можешь не отвечать. Дорогие друзья, спасибо за письма. Их, правда, очень много. И не стесняйтесь в следующий раз указывать адреса конкретных магазинов, где вам отказали в покупке. Как еще бороться с нерадивыми продавцами через средства массовой информации. Рассказывать о них в средствах массовой информации. Пускай будет антиреклама. Наш адрес прежний. Правда, как всегда, собака. GameZFest TV.ru. И до следующего четверга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok